Чтобы не срывать сроки сдачи социально значимых объектов республики, появится банк данных проектов. Это инициатива временно исполняющего обязанности главы региона. Олег Николаев предложил изучить опыт других субъектов и создать рабочую группу, которая будет отвечать за проектно-сметную документацию и прохождение экспертизы. Подробности у Дмитрия Ковалева. В числе приоритетов реализация адресной инвестиционной программы. До конца года необходимо построить и реконструировать более 50 социально значимых объектов. На 2020-й намечено открытие филармонии регионального центра по хоккею, двух школ, восьми детских садов. В бюджете заложено более 4,5 миллиардов рублей. Их надо использовать в намеченные сроки. Поэтому на первый план выходит качество подготовки проектов. Чаще всего именно из-за просчетов документации подрядчики теряют время. Наиболее низкое сравнение бюджетных средств в 2019 году наблюдается на следующих объектах. В сфере культуры. Реставрация здания полномочного представительства Чувашской республики предпрезиденте Российской Федерации. В сфере дорожного хозяйства строительство автомобильной дороги по улицам 1, 2, 3, 4 микрорайона университетские 70%. Проектирование третий транспортного полукольца 0%. Так по итогам прошлого года в республике не освоили порядка 1 миллиарда рублей, которые были выделены из бюджета на реализацию адресной инвестиционной программы. Из-за низкого качества проектов приходится проходить повторные экспертизы. А это просто и в работе. Доходит прохождение экспертизы до трех раз, когда в проекты вносятся изменения, многократно после этого вносятся опять в экспертизу. Качество проектной документации должно улучшить долгосрочное планирование работ. Временно исполняющий обязанности главы региона поручил муниципальным властям составить поэтапный график строительства социально значимых объектов на ближайшие пять лет. Давайте мы запроектируем наши объекты, социальные, культурные и иной инфраструктурных объекты на ближайшие пять лет. Что нам для этого надо сделать? Нам для этого, получается, наши территории, муниципалитеты должны определить так называемую картину образа будущего. Если муниципальные власти определят образ будущего в республиканском инстрое, опираясь на эти планы, должны подготовить необходимую документацию. Важную роль в этом процессе Олег Николаев отвел в Министерство финансов. То есть, чтобы мы этот процесс профинансировали централизованно, мы обеспечиваем четкий контроль, прежде всего за счет централизации этих процессов, заходом реализации строительства этих объектов на всех стадиях проектирования, строительства, эксплуатации. Понимая, например, что мы в 22-м году должны построить конкретный объект, мы уже, например, в 21-м году предусмотрим средства для того, чтобы сделать проектную документацию. Так называемый банк данных с перечнем проектов должен быть создан в ближайшее время. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.